В эфире программа Петровка 38. Я Анна Ткаченко. Здравствуйте. Дорожный конфликт в центре Москвы закончился стрельбой. Владельцу элитного внедорожника не понравился стиль вождения таксиста. И он решил об этом ему сказать. Но диалога не получилось. Словесная перепалка переросла в драку, а потом в ход пошло оружие. В итоге один водитель в больнице, второй в отделе полиции. Максим Ларин побывал на месте происшествия. Центр Москвы. Пересечение второй Брестской и Большой Грузинской улицы. Камера видеонаблюдения фиксирует, как водитель элитного внедорожника покидает свою машину и направляется к автомобилю такси. Эта встреча едва не стоила таксисту жизни. Сначала мужчины о чем-то спорили, но недолго. Через 10 секунд выяснение отношений продолжилось на кулаках, а затем водитель иномарки вернулся к своей машине за главным аргументом. Очевидцы вызвали полицию и скорую. До приезда медиков первую помощь раненому таксисту оказывал этот человек. Увидел его, что он смотрел ремнем перетягивать, я пошел, скотч взял, чтобы он не держал ремень. У него была кровь из руки, его положили в машине. Состояние у человека было пострадавшее, типа человек, который чувствует боль. Существительным данным стрелок выпустил в него четыре пули из травматического пистолета. С места происшествия мужчину госпитализировали. Стрелка задержали на месте ЧП. Скрываться он не думал. Даже довел пострадавшего до его машины и попытался остановить кровотечение. Злоумышленник рассказал, конфликт разгорелся из-за пустяка. Таксист сдал назад и едва в него не врезался. Следственными органами московской полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выясняются все обстоятельства произошедшего. За хулиганство хозяин внедорожника рискует отправиться в тюрьму. Жизни и здоровье пострадавшего ничего не угрожает. Максим Ларин, Лайслав Широков, Петровка, 38. Бои без правил и езда без правил. Столичные госавтоинспекторы привлекли к ответственности спортсмена из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева. Он ездил по Москве на дорогой иномарке так, как считал нужным. Обычно все это на телефон снимали его пассажиры и восторженно комментировали. Ой, что это было? Ой! Тише! Ой! Это сильно, сильно! В Лефортовском тоннеле спортсмен затеял игру в шашечки. Гнал на всей скорости и подвергал опасности других участников дорожного движения. Личность призрачного гонщика стражи порядка установили быстро. Задержали его на МКАД на той же машине. В отделе полиции Чоршанбеев вел себя так, словно дает интервью и делится секретом успеха. А не отвечает на вопросы полицейских. А что вас спровоцировало к такой быстрой езде и, скажем, пересечении линии разметки, нарушением правил дорожного движения? Ничего. Я сам иногда, наверное, себя спровоцирую на это. Провоцирую себя на это. Ну, иногда так бывает. Отвечать ли хочу придется не только за нарушение правил дорожного движения. Задержанный, 26-летний житель столицы, был привлечен к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также управление транспортным средством без права управления. Данный гражданин предъявил национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории Российской Федерации. Водительское удостоверение российского образца у задержанного гражданина отсутствует. Иномарка отправлена на спецстоянку. По некоторым данным, принадлежит она другому человеку. И на ней числится около ста неоплаченных штрафов. Нешуточные страсти вокруг футбола разгорелись в одном из дворов подмосковного Одинцова. Сама игра тут ни при чем. А вот спор болельщиков толкнул двоих парней на преступление, жертвой которого стал их оппонент. Два товарища решили отомстить мужчине за нелюбовь к команде, за которую они болеют, и отыгрались на его автомобиле. Один из приятелей облил машину бензином и поджег. В результате машина полностью сгорела. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. По данному факту, следователем следственного управления ОМВД было возбуждено уголовное дело. Вскоре к ярым футбольным болельщикам пожаловали стражи порядка. Сначала пришли в квартиру к одному. Немножко задел машину. Дай что-то, ты хочешь, и ты собираешься. Затем задержали и его подзельника. Теперь 24-летний житель Электростали и его 32-летний товарищ из Ногинска за поджог отправятся за решетку. О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. В Ивановской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ развлочили банду черных лесорубов. Пятеро местных жителей объединились, чтобы зарабатывать на продаже пиломатериалов. Злоумышленники вырубали сосны, а потом отправляли их своему подельнику, владельцу деревообрабатывающего предприятия. Ущерб природе более 6 миллионов рублей. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы. Крупную партию контрабандных сигарет задержали сотрудники таможни в Смоленской области. В автомобиле, который ехал из Минска в Москву, был и легальный груз, картриджи для принтеров, лабораторное оборудование и медицинские реагенты. Но тщательная проверка показала, фура везла почти 160 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Килограммы запрещенных веществ на любой вкус. Крупный наркосиндикат разоблачили полицейские в Иркутске. Подпольные коммерсанты торговали смертью через интернет-магазин. Стражи порядка задержали организаторов, фасовщиков и закладчиков. Всего 14 человек. Один из участников банды хранил наркотики в детской комнате и подушки своей жены. Кадры задержания в материале Дениса Бушуева. Предполагаемый драгдилер на асфальте. Стражи порядка надевают на него наручники. Вы что задержаны? Угу. Полицейский спецназ направляется домой к следующему наркодельцу. Этой ночью стражи порядка задержали 14 человек. Этот мужчина один из организаторов банды наркоторговцев. Как только в дверь его квартиры постучали люди в форме, он попытался избавиться от улик. Выкинул из окна детской комнаты сумки и пакеты с наркотиками. Куда у вас под окнами разные вещи валяются? Я не знаю. Какие именно? Ну, из детской что-то выкидывали? Нет, я нет. Куда у вас в подушке вот эти вещи? Это подушка жены, я не в курсе. Эта женщина днем была кондитером, а ночью закладчицей. Ну, самое маленькое это было 5, что самое большое 50 штук. Маленьких. Сколько закладок вы вообще сделали? Маленьких. Оперативники изъяли из незаконного оборота более 4 килограммов так называемой синтетики, а также полкилограмма марихуаны и гашиша. Зумышленники работали оптом и в розницу. Теперь им придется ответить и за распространение наркотиков. И по более тяжкой уголовной статье. Организация преступного сообщества и участие в нем. Всем задержанным грозят многомиллионные штрафы и до 20 лет тюрьмы. Денис Бушуев, Евгений Ильин, Петровка, 38. Дерзкие не по годам. На Алтае школьник воспользовался удачным моментом и угнал автомобиль. А после устроил гонки с полицейскими. Как выяснилось, смелости ему придал. Коктейль из виски с колой. А в Волгоградской области подросток во время погони протаранил патрульную машину и сбил полицейского. Все подробности у Александра Белогурова. Пригород Горно-Алтайска. Полицейская сирена заставляет автомобилистов сбавить ход. Но только не водителя этого внедорожника. Погодные условия вносят коррективы. Нарушителю все сложнее уйти от погони. Уже точно известно, что за рулем не хозяин машины. Я вышел, чтобы завести и прогреть автомобиль. Ну, понял, что забыл документ. Вернулся с документа, когда вышел из машины. Увидел, что моя машина отъезжает. Стрелять буду 478! Судя по всему, о правилах дорожного движения Лихач даже не слышал. На предупреждение инспекторов, светофоры, дистанцию и разметку он просто не обращает внимания. Безумный водитель успел устроить аварию, сбить пешехода и сам едва не перевернулся. Однако игра в кошки-мышки с полицейскими заканчивается. Злостный нарушитель задержан. Это 16-летний подросток. Что употребляли сегодня? Ничего, кроме риска. Алкогольный заезд обернулся для школьника возбуждением уголовного дела за угон. А вот его ровеснику из Волгоградской области придется ответить по статье применения насилия в отношении представителя власти. На одной из улиц города Волжские инспекторы заметили наглухо тонированную машину. Требования остановиться человек за рулем проигнорировал. Началась погоня. Асфальт вскоре сменился проселочной дорогой. Но возмутитель спокойствия не думает глушить двигатель. Стражи порядка принимают решение стрелять. Сначала в воздух, потом по колесам. Еще ближе. Несмотря на пробитые шины, парень продолжил движение. Протаранил патрульный автомобиль, сбил полицейского и вскоре был задержан. А в Красноярске подросток стал жертвой ДТП. Поступило сообщение от местной жительницы, что ее 16-летний сын лежит в бессознательном состоянии. На обочине дороги медики диагностировали у пострадавшего серьезные травмы и доставили в медицинскую организацию. Для водителя, которого полицейские вычислили, благодаря камерам видеонаблюдения, люди – это то же, что и деревья. Оказывается, я наезд совершил. Мышлю оказывается. Ну, я думаю, что дерево. Автомобиль с повреждениями нашли у мужчины в гараже. Вскоре водитель предстанет перед судом. Александр Белогуров, Петровка, 38. Глава МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу министра внутренних дел по республике Адыгея. На эту должность указом президента назначен полковник полиции Олег Бесмельницын. В органах правопорядка он служит почти 25 лет. Перед новым руководителем Владимир Колокольцев поставил ряд задач, в том числе увеличение раскрываемости тяжких преступлений и борьба с мошенничеством в IT-сфере. Елена Бабаева далее. Представляя нового главу МВД по республике Адыгея, Владимир Колокольцев отметил, за 25 лет службы Олег Бесмельницын приобрел богатый практический опыт и зарекомендовал себя ответственным руководителем. Олег Владимирович работал в большинстве оперативных служб, в том числе по линиям борьбы с организованным преступностью, экономическим преступлениям, а также по противодействию экстремизмам. Занимал различные руководящие должности. Последние пять лет возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков в Краснодарском крае. Владимир Колокольцев потребовал от нового руководителя в кратчайшие сроки изучить оперативную обстановку, повысить раскрываемость и приложить все усилия, чтобы жители республики чувствовали себя в полной безопасности. Еще одно важное направление работы – противодействие киберпреступности. В условиях пандемии востребованность онлайн-сервисов возросла многократно. Как следствие, информационная технология все чаще применяется в качестве инструмента для совершения преступлений. Соответственно, нужно постоянно вносить коррективы в организации метода своей работы. В числе приоритетных задач остаются обеспечение экономической безопасности и профилактика преступности. Владимир Колокольцев напомнил о сложной ситуации на дорогах региона. На фоне общего снижения дорожно-транспортных происшествий количество погибших увеличилось на 10% и составило 68 человек, из которых 5 несовершеннолетние. Полагаю, что всесторонний анализ таких происшествий позволит выявлять слабые места в организации деятельности и принимать совместно с другими заинтересованными органами дополнительные меры. Министр отметил, что все поставленные задачи можно решить лишь при строгом соблюдении личным составом дисциплины и законности. Вступая в должность министра внутренних дел по республике Адыгея, понимаю всю ответственность за данное назначение. Хотел бы поблагодарить за оказанное мне руководством МВД России высокое доверие. Заверяю вас, что приму все меры для дальнейшего наращивания усилий противодействия преступным проявлениям и обеспечения общественной безопасности. Владимир Колокольцев поздравил Олега Бессмельницына с назначением и пожелал ему успехов в работе. Елена Бабаева, Владислав Широков, Петровка, 38. А у меня на этом все. Это была программа Петровка, 38. До встречи.